И еще о зрении. Самом уязвимом месте человека, часы просиживающего за компьютером. Ученые выяснили, что объемные трансляции, так популярные нынче фильмы в 3D, опасны для здоровья. Так, ты же мой любимый аватар, я же его несколько раз смотрел. Да, даже твой любимый трехмерный аватар. Дело в том, что 3D изображение вызывает повышенную активность мозговой коры, отчего у людей с неуравновешенной психикой могут развиться расстройства и обостриться уже имеющиеся заболевания. Наибольшую опасность 3D-фильм представляет для людей, страдающих остеохондрозом и остеоартрозом. Это заболевания суставов и позвоночника. А опыт с запуском 3D-телевидения, об этом уже заявили некоторые телекомпании, и вовсе может привести к массовым расстройствам здоровья и психики. Так считают ученые. Надо отдать должное, что производители так широко разрекламированных 3D-телевизоров не оставили без внимания опасения ученых. Например, компания Samsung, крупнейший в мире производитель 3D-телевизоров, весной был вынужден ограничить потенциальную аудиторию своей продукции. К каждому такому телевизору теперь прилагается официальное предупреждение о повышенной опасности 3D для детей, беременных женщин, пожилых людей, алкоголиков и тех, кто страдает бессонницей. Хочу отметить, что все то время, пока Лия рассказывала за кадром о вреде объемного изображения, вы смотрели адаптированные фрагменты фильма «Аватар» в стандартном режиме вещания, совершенно безвредном. Рассказывая о здоровье, мы и о вашем здоровье позаботились.